Добрый день! Здравствуйте! Вы смотрите канал ИнстаФорекс ТВ. В студии я, Ольга Витковская. И я, Катерина Недачина. Вы смотрите комбинированный обзор фондового и валютного рынков за прошлую неделю. Как вели себя валюты на прошлой неделе, Катерина? Курс доллара США против японской иены в пятницу опустился с мартовских максимумов. По какой же причине понизилась иена? Валюта страны падала на фоне предстоящих в Японии выборов. Индекс доллара ISEE, отражающий положение американской валюты по отношению к корзине шести других главных валют, упал до отметки в 79,543 пункта с уровня 79,925 пункта, зафиксированного в четверг. Доллар США подешевел до 83,51 иены, понизившись с уровня предыдущей сессии 83,65 иены. В конце недели трейдеры ждали самого значимого события – воскресных выборов в Японии. Доллар рост в ходе нескольких сессий на прошлой неделе и достигал мартовских максимумов. На ожиданиях того, что лидер либерал-демократической партии Японии Синдзеабе в случае победы прибегнет к смягчению монетарной политики и стимулированию инфляции. При этом доллару все же удалось зафиксировать недельный рост против иены на уровне 1,3%. Среди других главных валютных пар евро вырос до 1,31,56 цента с уровня четверга в 1,30,77 цента. Новости из Греции были единственным источником оптимизма в еврозоне на прошедшей неделе. Был одобрен очередной транш помощи для Греции, что означает, что Европе удается сдерживать распространение кризиса. Кроме того, Евросоюз наделил Европейский Центральный Банк полномочиями осуществлять надзор за банками еврозоны. Хотя аналитики утверждают, что еще существует ряд рисков, так как меры жесткой экономии, применяемые в приферийных странах, могут стать камнем преткновения между государствами, нуждающимися в помощи и странами, ее предоставляющими. По итогам недели евро укрепился на 1,8%. Это все о валютных тенденциях на Форекс. Спасибо, Катерина. Пожалуйста, Ольга. А как события прошлой недели отразились на фондовом рынке? Опасения по поводу неопределенности в вопросе фискального обрыва давят на американский рынок акций. В прошедшую пятницу фондовые рынки США падали. И что вызвало спад? Трейдеры фиксировали позиции в условиях продолжающихся споров в Конгрессе США. Котировки ритейлера Best Buy подешевели на 15%, после того, как сеть магазинов бытовой техники и электроники предоставила ее основателю Ричарду Шульцу время до 28 февраля, чтобы предложить цену приобретения корпорации. Ричард Шульц совместно с рядом инвесторов собирается выкупить Best Buy. При этом сумма сделки может составить 5-6 млрд долларов США. В то же время стоимость акции Apple упала на 3,8% по итогам торгов в пятницу. Аналитик из банка UBS понизил целевую цену акций Apple на ближайшие 12 месяцев до 700 долларов 780 долларов, а также урезал предварительную оценку прибыли на акцию на 2013 год до 47 долларов с 51 доллара. Сообщения о вялом спросе на iPhone 5 на китайском рынке также оказали давление на стоимость акций Apple. За неделю бумаги самой дорогой компании мира понизились в цене на 4,4%. У меня все о фондовом рынке. Спасибо, Ольга. Пожалуйста, Катерина. Вы смотрели недельный обзор валютного и фондового рынков на канале ИнстаФорекс ТВ. С вами были мы, Ольга Витковская. И Катерина Недачина. Всего доброго, до свидания. До свидания.